В деревне-бывалка Ельнинского района открыли мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. В гранит облачили память о союзниках Красной Армии, лётчиках легендарной авиаэскадрильи Нормандия-Неман из Франции. В чём причина такого выбора – расскажем в сюжете. Август 1943 года. На Западном фронте ведутся ожесточённые бои. В небе в бой с фашистами вместе с советскими самолётами вступает французская авиация. Истребители известного полка Нормандия-Неман защищают и небо над Ельней. Здесь, в двух километрах от деревни-бывалка, падают два подбитых самолёта легендарного полка. В честь них и был возведён памятник, открытие которого прошло 5 октября. За год Великой Отечественной войны всего погибло данных лётчиков на Восточном фронте. То есть, в целом, освобождая Европу, 97 лётчиков. 42 лётчика погибли, освобождая тогда именно нашу советскую землю. Искренние слова благодарности и признательности всем организаторам по выковечению данных лётчиков. Один истребитель до сих пор не найден. Второй упал прямо в болото. В 1988 году его пытались поднять в первый раз, но безуспешно. Вернулись к нему спустя 30 лет. В 2018 году самолёт всё-таки извлекла из воды международная экспедиция. Тогда же здесь пообещали построить и памятник. Но жители его так и не дождались. Помню, как самолёт доставали с этого болота. Мы туда все ходили, смотрели. Французы обещали сами поставить памятник, как-то увековечить вот это место. Но прошло три года. Никто не приехал, никто ничего не сделал. На первый взгляд памятник в тихом живописном месте ничем не отличается от других мемориальных комплексов. Но у него особая история строительства. Идея, реализация и финансовая помощь от уроженца деревни Максима Богарева. Когда я был ещё ребёнком, мы с бабулей моей, с Бога Ледаким Максимом, когда проезжали как-то мимо на лошади, и она мне рассказывала, говорила, что рано или поздно когда-нибудь приедут, точить будут самолёт и, может быть, когда-нибудь сделают памятник. Мы с ребятами в разговоре, то есть решили осуществить слова моей бабули. Рядом поклонный крест. Он стоит на месте церкви 18 века. В годы войны она стала госпиталем, а в 1943 году была разрушена. Этот памятный знак – тоже дело рук Максима Богарева. Идеей постройки воодушевились другие жители деревни и его знакомые. Мы тут выбирались. Первые начали чистить эту территорию. То есть здесь вообще был завал, нельзя было пройти пешком. Ну и всё, начали заказывать плиты, крест. Крест там ребята помогали делать. Ну и всё, вызвали строителей со Смоленска. Мы их ждали, наверное, месяца два, пока они освободятся. Они приехали и в течение, наверное, 5-6 дней они нам всё это сделали. По словам Максима, эти памятники – лишь две страницы из военной истории. И останавливаться на них он не планирует. У него уже есть идея для нового мемориала. Ксения Ложкова, Виталий Степанов, Десна ТВ.